Сторонняя встреча министров иностранных дел Франции, Германии, России и Украины. Встреча была посвящена рассмотрению того, как выполняются минские договоренности лидеров четырех стран в так называемом нормандском формате, которые были согласованы 12 февраля, и в которых министрам иностранных дел поручалось наладить механизм мониторинга за выполнением того, о чем условились. Основное внимание мы уделили именно этому вопросу, не ставили перед собой задачу подписать какой-то совместный документ, потому что минские договоренности от 12 февраля и так называемый комплекс мер, и декларации лидеров, они исчерпывающе излагают все, что необходимо делать. Поэтому по итогам наших консультаций министр национального дел Франции Лоран Фабиус, как хозяин встречи, рассказал журналистам об основных ее результатах. В целом это адекватно отражает то, что мы обсуждали. Главное сейчас это консолидировать прекращение огня. Ситуация гораздо лучше, это признали мои партнеры. Вместе с тем отдельные спорадические нарушения фиксируются наблюдательным ОБСЕ. Мы хотим, чтобы этот процесс был максимально эффективно завершен. И мои коллеги, прежде всего германские и французские, высказали мнение о том, что важнейшее значение имеет не дожидаться, пока не будет ни одного выстрела, а начать отводить тяжелые вооружения. В этом смысле весьма позитивно расценены те шаги, которые предпринимают сейчас представители ЛНР и Деннер. Поступила информация, когда мы сидели в Париже и обсуждали все, что происходит, информация о том, что совместно представители ДНР, ЛНР и украинские военные согласовали план первого этапа отвода тяжелых вооружений. Если она подтверждается, то считаю, что это очень важный прогресс. Во-вторых, мы призвали ОБСЕ в сотрудничестве с совместным центром координации и контроля обеспечить содействие процессу отвода тяжелых вооружений. Высказались за то, чтобы, как и поручили лидеры, встречаясь 12 февраля в Минске, наши страны в Вене выступили как можно скорее за продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, за выделение ей дополнительного персонала, дополнительного оборудования и дополнительного финансирования. Будем эту инициативу продвигать в штаб-квартире ОБСЕ в Европе. Очень важный момент. Мы подтвердили необходимость для контактной группы как можно скорее заняться практическим рассмотрением других вопросов, упомянутых в минских документах от 12 февраля. Прежде всего, это политический процесс, подготовка выборов, рассмотрение задач конституционной реформы. Но в качестве особого приоритета мы подчеркнули необходимость налаживания все-таки диалога по вопросам восстановления социальных, экономических связей, банковских услуг населению территорий, которые сейчас находятся под контролем ополченцев. И в завершении мы договорились об этом, тоже объявил наш хозяин Лоран Фобиус, о том, что Министерство иностранных дел через наших заместителей или через директоров департаментов будут продолжать отслеживать этот процесс, будут смотреть, как контактная группа выполняет то, о чем договорились 12 февраля, и при необходимости посылать соответствующие политические импульсы, чтобы процесс не стопорился на каком-то из этих направлений. Рассчитываю, что после того, как отвод тяжелых вооружений завершится, уже никаких отговорок по поводу того, что нужно подождать с решением политических вопросов, поставленных в заявлениях, принятых 12 февраля в Минске, не останется. Еще раз подчеркну, как вчера заявил президент России Владимир Путин в интервью, важно в полной мере выполнить все аспекты минских договоренностей. И здесь задача конституционной реформы, согласования вопросов проведения муниципальных выборов и восстановления экономической жизнеспособности этих территорий совместно с остальной экономикой Украины приобретает решающее значение. Спасибо.